День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Под воздействием импульса в День российской науки покажем изобретение Рязанского кулимина. Восточный фестиваль весны. В Китае встречают свой Новый год. Не отступать и не сдаваться. В Рязани сошлись лучшие рукопашники. Сегодня День российской науки. Праздник учредили указом президента еще в 1999 году. Его отмечают все, кто связал свою жизнь с научной и исследовательской деятельностью. Академики, ученые, студенты. И Рязань к этой сфере имеет самое непосредственное отношение. Сегодня весь мир знает имена Константина Циолковского, Ивана Павлова, Ивана Мичурина, Владимира Уткина, Петра Семенова-Тяньшанского. Впрочем, сегодня в Рязанской области мысль познания по-прежнему неиссякаема. Мечту многих фантастов и идею фикс Кулибиных всего мира, вечный двигатель, воплотил один из рязанских ученых. Впрочем, таких изобретений у него уже порядка 50. Это устройство шлифует оптические детали ионами, создавая идеальную поверхность, которая в работе не даст искажения. Автор Евгений Трунин называет его прорывным. Впрочем, таких изобретений у него более 50. Научной деятельностью физик-практик занимается уже полвека. Когда я поступал в институт и выбирал свой жизненный путь, я решил стать физиком. Поступил в соответствующую специальность в Рязанском радиотехническом тогда институте, инженер-физик. Ну и, собственно, начал работать в этой области под руководством хороших физиков. Изобретать я начал практически сразу тоже. То есть я начал заниматься сверхчистыми металлами и начал изобретать. И у нас получилось. То есть у нашего коллектива, в котором я работал, получилось получить самый чистый галлий в Советском Союзе. А еще самый чистый алюминий и мышьяк. Такие металлы используют в электрических приборах. Среди изобретений Евгения Трунина еще и различные покрытия. Упрочняющие, инертные, антикоррозионные. Есть и такие, которые позволяют продлить срок службы деталей автомобиля, уменьшая трение. Несмотря на успехи, все-таки не все научные цели еще достигнуты, говорит изобретатель. Сейчас он работает над коллайдером. Есть встречные пучки ионов водорода диетерия. Настречу друг другу в стеклянном кольце, в кварцевом кольце. И, значит, под действием импульса по двум разным веткам этого кольца, ионы сталкиваются между собой на протяжении всего этого кольца. Сфера интересов Евгения Трунина буквально безгранична. Есть свое ноу-хау даже в косметике. Например, крем с ионами серебра и электролитами, который заживляет ранки на коже. Впрочем, пока это весьма скромное дополнение к вечному двигателю, ионной пушке и сверхпрочному сверлу. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров будут установлены на железнодорожных платформах пригородных маршрутов. Компания ЦППК установит специальное оборудование, которое поможет бригадам электропоездов осуществлять наблюдение и контроль на платформах с ограниченной видимостью. Система представляет собой большие мониторы, установленные у знака остановки первого вагона и распределенные по платформе камеры, таким образом, чтобы выводить визуальную информацию по всей длине состава. Системы появятся на 12 станциях и остановочных пунктах маршрутов, часть из них уже в этом году. И хотя новогодние праздники давно позади, большинство из нас поторопилось разбирать елки и убирать игрушки на дальнюю полку. 10 февраля наступает Новый год по китайскому календарю. Конечно, у вас здесь свои традиции, связанные с этим праздником, и они сильно отличаются от европейских. Большинство стран живет по Григорианскому солнечному календарю, основанному на вращении Земли вокруг Солнца. Согласно ему, мы празднуем Новый год 1 января. Но есть еще и лунный календарь. Его наравне с солнечным используют в Китае, Вьетнаме, Корее, Монголии, Тибете, а также в некоторых регионах России. Бурятии, Калмыкии, Туве, Налтай. Новый год по лунному календарю отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому дата плавающая между 21 января и 21 февраля. Это новолуние в силу того, что наступает год зеленого деревянного, так называемого дракона, он очень выгодный. С точки зрения произрастания, с точки зрения достижений, с точки зрения каких-либо прорывов и начала чего-то нового, это год крайне интересный. Можно. Вообще, как бы весь февраль, за счет того, что у нас вот такой будет новолуние в феврале именно, он такой, очень такой прям с творческим полетом, с какими-то достижениями. Но это все фактически на грани, вот как бы или пан, или пропал. То есть легко не будет. В Поднебесной, говорят, не китайский Новый год, а фестиваль весны или чуньцзе. Готовятся к нему сильно заранее, он длится целых 15 дней, 7 из них официально выходные. Вообще, как бы это вот очень такое сейчас буквально волшебное время. Вот и вот эти вот воротцы могут открыться для тех, кто сумеет туда вскочить. Можно даже любые ритуалы проводить на это новолуние, на как бы ритуалы, на приобретение чего-либо, на то, чтобы вот какие-то там новые мысли в голове появились. То есть там медитации можно делать непосредственно сам Новый год. Китайцы вообще обычно в это время не мылись, чтобы не смыть удачу. Не обрезали волосы, опять же, чтобы не обрезать себе богатство. Длинные волосы в Китае это всегда символика богатства и, скажем так, плодородия. То есть вот как бы там, поэтому и мужчины-мандарины носили длинные прически из длинных волос. И чем длиннее волосы женщины, тем она считалась более выгодной женой. Само празднество, конечно, сильно отличается от нашего Нового года. На столе обязательно должна быть рыба. В китайском языке рыба созвучна со словом «избыток». В Поднебесной верят, что блюдо принесет прибыль и процветание. Согласно древнему мифу, в первый день года приходит злобное чудовище по имени «нянь», которое разрушает все вокруг. Оно боится шума и красного цвета, поэтому в Китае развешивают алые фонари и парные надписи. Зажигают фейерверки. Люди верят, что это отпугнет монстра. В Рязанской области задержали так называемого поклонника террористов. Он призывал молодых пользователей соцсетей к праворадикальной деятельности. Подробности далее. На, ППСК! Обязательно! Квартиру этого щупленького мужичка сразу несколько силовиков штурмуют не случайно. Его подозревают в пропаганде терроризма. Часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну то есть, мало ли что. Изучая праворадикальные, российские, украинские сайты, ВКонтакте, проникся радикальными националистическими идеями, нашел информацию о террористах, о радикалах, стал оправдывать действия в чатах. Террористическим действием 42-летний мужчина призывал молодых людей, в основном в соцсетях. Примером для подрастающего поколения он выбрал норвежского террориста Андерса Брейвика. Подозреваемый пытался доказать необходимость подобных действий и в нашей стране. А вот действовать он хотел чужими руками. Я сам не планировал совершение террористов, но понимал, что мои комментарии могут понравиться другим людям, которые могут пойти на преступление. Я осознал, каким тяжким последствиям это может привести и прошу вас не совершать моих ошибок. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства проведен обыск, изъятый компьютер и иные средства связи. В ходе общения с правоохранителями он признал вину, раскаялся в содеянном и теперь надеется на смягчение наказания. На соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Рязани сегодня второй этап. Во время прохождения дистанции спортсмены забирались по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Девушки должны были добраться до второго этажа, а мужчины до четвертого. Стану приглашать участие. Второй этап соревнований по пожарно-спасательному спорту самый сложный. Штурм учебной башни, дисциплина командная, здесь мало быть сильным индивидуально. От действий партнеров зависит итоговый балл сборной. Впрочем, при всей интенсивности этапа спортсменам все-таки удалось избежать травм, не теряя в скорости. Спортсмены показали очень высокие результаты, близкие к результатам рекордов России. Вид технически очень сложный, но вроде таких больших срывов не было. Все спортсмены удачно все это сделали. Очень сложный элемент – это подвеска в первый этаж, во второй этаж учебной башни, лестницы. Были небольшие срывы, но во второй попытке спортсмены как бы уже это учли и пробежали дальше. В общем зачете хозяева рязанцы оказались слишком гостеприимными. Весь пьедестал почета у гостей. Впрочем, неудивительно, в Рязань приехали сильнейшие спортсмены. Первое место по итогам обоих видов заняла команда Московской области, второе место заняла Белгородская область и третье место заняла Курская область. Команда Рязанской области заняла шестое место. Я хотел бы сразу сказать, что у нас соревнования сегодня проводились при подготовке к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в марте месяце. И поэтому основная часть команд вся была те, которые будут участвовать именно в Кубке МЧС России. Поэтому уровень подготовки спортсменов очень высокий. И они как раз при подготовке к всероссийским соревнованиям опробовали нашу базу. В призерах индивидуальных видов рязанцев тоже нет. Здесь пальму первенства держат пожарные Подмосковья, Тулы и Белгорода. Золото трех дисциплин они разделили поровну. Сегодня же стартовал чемпионат в СИН России по рукопашному бою. В Рязань приехали больше трехсот спортсменов из разных регионов страны, 14 весовых категорий среди мужчин и женщин, а также командные зачеты. За финальными поединками следил Валерий Седов. Боец с синим поясом – Рязанец Дмитрий Хвойницкий. Пока преимущество не на его стороне, а до конца раунда – считанные секунды. Я посмотрел на время, осталось 30 секунд. Тут либо нужно оставить себя, чтобы потом не жалеть ни о чем после соревнований. Ну вот, собрался и пошел. Победа нокаутом. Пока чествует триумфатора, к его сопернику спешит медицинская бригада. Кое-как парня удается поднять на ноги. И Дмитрий, подхватив соперника, с которым яростно сражался еще пару минут назад, ведет его с татами. Это спорт. Надо различать спорт и дружбу. Дмитрий Хвойницкий армейским рукопашным боем занимается с 17 лет. С тех пор, как поступил в Академию в СИН. У него есть разряд по универсальной дисциплине – мастер спорта международного класса. По армейскому пока регалий нет. Но здесь, на чемпионате в СИН России по рукопашному бою, можно выполнить норматив мастера спорта. Тем более, рязанцы уже специалистов приятно удивили. Во-первых, они в первый день соревнований выиграли. Соревнования по, скажем так, демонстрации техники, или, проще сказать, по самообороне, или боевые приемы борьбы. Это, естественно, прикладной, скажем так, вид для сотрудников. То есть каждый сотрудник у нас должен владеть боевыми приемами борьбы. Вот в этом году мы сделали первый чемпионат в СИН России по демонстрации техники как раз. И УФСИН Рязанской области, команда УФСИН России по Рязанской области заняла первое место среди территориальных органов. А Академия УФСИН России заняла первое место среди образовательных организаций. Бои проходят в 14 весовых категории. У юношей и у девушек. У последних, кстати, не менее насыщено. Я бы сказал, что уровень девушек отличается, конечно. Но есть спортсмены сборной команды России в составе ПСИНа. Они, конечно, выступают на уровне парней. То есть они обладают и борцовской техникой, и сильным ударом, и тактикой. То есть люди подготовленные. Но говорится, что они заслуженные мастера спорта, чемпионки мира. Поэтому девочки на уровне есть. Мария Ярыгина приехала из Якутии. Говорит, есть борцовая практика. Потому перед соревнованиями тренировала ударную. И, как выяснилось, не зря. У меня уже были бои. Я в финале. За первое место буду выступать. Закончились досрочно. Болевым приемом за 30 секунд. Наши ребята так желанное золото и не взяли. Дмитрий Хвойницкий проиграл в следующем же бою. Его соперником был мастер спорта. Мария Ярыгина свой финальный бой тоже проиграла. Будет возможность подготовиться к следующим соревнованиям. Из победителей сформируют команду в Синроссии. Которая отправится защищать честь региона на всероссийских и международных соревнованиях. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv И на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова